Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами обсудим новости магазина и новости новостной ленты. Что-то меня действительно заинтересовало, что-то не очень. Короче говоря, давайте начинать с магазина. Первое основное, то что меня очень сильно улыбнуло, это то, что наконец-то можно в очередной раз купить себе серебро за золото. Я не знаю, честно говоря, ребят, кто придумывает такие предложения, потому что за 7500 голды взять себе 5 миллионов серы, ну блин, это бред какой-то. Плюс бустеры даже не эпические, то есть ну как-то я вот не совсем понимаю математику, которая руководствуется. Я не знаю, может кому-то действительно сера настолько сильно нужна, что нафармить ее там допустим нет времени, ну и вы планируете покупать какие-то проходные танки. Но по-моему за 7500 голды, ну 5 лямов это перебор. Я бы, честно говоря, лучше за 7500 золота взял бы себе какой-нибудь годный премчик, но уж точно не 5 миллионов серебра, 7500 косарей золота. Я не знаю, сколько их надо как бы фармить там бустерами и 5 лямов, ну не знаю, короче, бред. Ребят, полный бред, не знаю, может кому надо, кому не надо, но мое дело озвучить, что такое сейчас выпало для тех, кто не заходил в игру, не видел данных новостей. И может кто-то действительно сидит, там руки потирает, о господи, когда уже можно будет серый за золото закупить. Лучше бы придумали, честно говоря, за серу золото покупать. Я бы был более удовлетворен данному вопросу. Но, честно говоря, навряд ли кто-то это будет делать, потому что все бы просто фармили серу, покупали себе голду, ну и соответственно в игру никто бы бабла никакого не заливал. Ну а соответственно для компании Wargaming это было бы убыточным, ну и соответственно ждать этого, ну я бы не сказал, что стоит. Что касается танчиков, выпали на продажу ИС-2Ш, есть в комплекте за 10 тысяч, есть отдельно Chrysler K за 7,5 косарей, есть ИС-2Ш за 6 косарей. Но, честно говоря, машинки между собой крайне похожие. Я решил себе не покупать ни ту, ни другую. Не буду я перед черной пятницей, перед новогодними аукционами разбивать копилку ради того, чтобы купить две практически одинаковых по играбельности машины. Понимаю, что по ТТХ они отличаются, я это знаю, но машинки унылые на сегодняшний день практически неинтересные, поэтому ради них тратить кровную голду я лично не посчитал нужным. Ребят, если у кого-то есть данные машины в ангаре, поделитесь своим мнением, своим впечатлением о них. Возможно, я не прав, возможно, машинка стоящая, я думаю, это будет интересно тем ребятам, которые задумываются над тем, приобретать себе этих две машинки, или хотя бы там в комплекте, или по одной. Ну, в общем, короче говоря, как-то так. Стоит или не стоит данные машинки покупать? Если они у вас есть, пожалуйста, напишите в комментах, особенно ваше мнение по поводу за 10 косарей две машины, ну, в комплекте, да, имеет ли смысл. Потому что по цене, да, очень, типа, интересно, очень классно, действительно супер дешевле. А вот стоят ли эти две машины того, чтобы тратить на них золото? Ну, здесь уже под очень большим вопросом. Ну, это что касается новостей в магазине. Теперь давайте перекинемся в новостную ленту, и что нам сейчас в новостной ленте выпало. А выпала нам в новостной ленте информация по поводу того, что грядет обновление 9.4. И в этом обновлении 9.4 нас ждет много всего вкусного и интересного. Нас ждет халява. Нас ждет не только халява, но и возможность получить что-то, скажем так, с хорошей скидочкой, если будем донатить. Вот здесь особо читать нечего, поэтому мы переходим на YouTube-канальчик и смотрим, что в видео мы увидим. Там видео коротенькое, поэтому буду ставить на паузы, и, соответственно, давайте будем посмотреть. Итак, друзья мои, что показывают нам сейчас? Нам показывают сейчас аватарчик, нам показали только что золотые монетки, довольно-таки интригующе. Давайте еще раз. Так, вот они, золотые монетки. Я не знаю, что это такое, но потом в дальнейшем, по-моему, все будет ясно. Что еще есть? Есть еще аватарчик, еще раз, который мы видели. Есть золотой контейнер. Я, честно говоря, не совсем понимаю, что за контейнер, что в нем, от кого этот контейнер, что за танчик. Ну, не знаю, может это индивидуальный какой-то контейнер, который ребята прорисовали именно для этого ивента. Есть дни прем-аккаунта, и есть у нас, что тут еще? Это явно сертификат на камуфляжик какой-то легендарный. Так, что дальше нам показывают? Нам показывают кристаллы, да, и вот эти вот кристаллы, рубины, алмазы, не знаю, как это назвать, бриллианты, да, если быть точным. Значит, что у нас есть? Да, вон даймонд написано. Значит, на что можно их потратить? Во-первых, как их получить? Свободный опыт можем продавать, бустеры, бустеры опыта обычного экипажа, бустеры опыта танчика. Дни према можно продавать, можно продавать у нас свободный опыт и за голду покупать сразу за тысячу голды, тысячу пятьдесят вот этих бриллиантов. Не знаю, ребят, насколько это выгодно, что нам за них предлагают. Нам за них предлагают Декер Макса, нам предлагают за них две с половиной тысячи и двадцать пять золотых слитков. Как золотые слитки получать, потом разберемся. Есть у нас десять икс, два раза по десять икс, но что-то дороговато, честно говоря, потому что пятьсот, пятьсот, что тут у нас пятьсот? Но это получается два раза по семнадцать, либо целых пятьсот голды, да, если поделить. Но, по-моему, для икс десять очень дорого. Дальше, есть бустеры на золото, но, честно говоря, тоже триста семьдесят пять. Ну, тут, блин, нормально надо будет немножко что попродавать, для того, чтобы получить себе всего лишь пять бустерочков на голду. И что у нас еще? Вот он, фон профиля. Это золотые монетки вот эти, которые показывали в основном бриллианте. Показывают, что это фон профиля. Не знаю, кому он нужен или нет за такую сумму 12к и за 4к аватарчик. Ну, короче говоря, что-то ценники очень кусаются. Я так понимаю, что, ну, десять дней, допустим, того же према, и тут надо набрать, извините, семь дней према попродавать. А в чем логика тогда? Ну, не знаю, короче, ребят, я пока вообще математику не понимаю в данном случае. Но я очень сильно надеюсь, что данный вот ивентик, он будет такой, как был в прошлом году, в котором необходимо было играть, зарабатывать кристаллы, да, там, зарабатывать в данном случае золотые слитки, выполняя боевые задачи, ну, а если не хватает, там, немножко не достает, ну, соответственно, тогда уже покупать, то есть, что-то немножко сливать. Но пока, честно говоря, не очень. Луксери, вот он, пожалуйста, золотой контейнер, я так понимаю, что из него может что-то выпасть. Но что там будет? Это будут, скорее всего, исходя из цены по 400 кристаллов и всего лишь один слиток из общей вот этой ценности всего, я думаю, что там будут какие-то либо камфляжи, либо какая-то фигня такая, типа аватара. Дальше, показывают нам красивые машинки в красивых обвесах и вот он, пожалуйста, я так понимаю, еще один ивент. То ли параллельный ивент, то ли ивент, который будет перед, то ли после. За вот эти купоны с процентиками мы можем получать себе довольно неплохие призы, но самые ценные это, безусловно, Эмиль 1951. Машинка спорная, как бы, то есть, ну, я не сильно люблю цикличные барабаны, но если можно будет его получить реально на халяву, то я был бы не против. Но я сомневаюсь, что прям вот так вот по щелчку пальца легко можно будет его получить. Вот прям уверен, что получат его крайне мало игроков, считанные единицы, скорее всего, какие-то, ну, либо прям совсем просиживающие всю свою жизнь в танках товарищи, которые часов по 6, по 8 имеют возможность сидеть в танках, ну, либо те, которые супер какие-то скилловые. Что-то пишут по поводу 1 треть собрана, не знаю, что это значит. Посмотрим. И вот показывается, что есть по 10, да, там, то есть ограниченное количество, все остальное безлимит, да, там, бери сколько хочешь. Главное, чтобы у тебя этих купонов с процентами хватало в достаточном количестве. Так, что еще показывают? Показывают нам красивые картинки с машинками, которые катаются в рандоме, показывают нам дрончик летающий, показывают нам дискорд сервер официальный. Не знаю, зачем нам его показывают, типа, переписывайтесь, ребята, и получайте за это, скорее всего, какие-то контейнеры, горы серебра и свободки. И вот та машинка, которую однозначно все ждали. Это перерисованная вафля, я думаю, что это будет именно перерисованная вафля, и ничего уникального в ней не будет. Возможно, чуть-чуть, где-то какие-то ТТХ будут подтянуты, но сомневаюсь я, что прям совсем заморочились и сделали прям, ну, идеально новую машину, которая будет отличаться от той, которая есть в ветке. Открывай, не хочу. Ну, и заработать ее можно, выполняя боевые задачи, как я понимаю, клановые. Ну, и, соответственно, заберут ее тоже, ребята, далеко не все. Потому что, как я помню в том, что говорилось, что зарабатывать надо будет долго, нудно и без определенного рода там полноценного прям мега участия клана и плюс еще каких-то дополнительных финансовых ливаний вы эту машинку не получите. Информация не проверенная. Это мое субъективное предположение. Если я не прав, поправляйте меня, пожалуйста, в комментариях. Я думаю, всем эта тематика сейчас интересна. Ну, и дальше нам показывают машинки из предыдущих ивентов, как они стреляют друг в друга, какие красивые можно иметь обвесики на технике, на технике коллекционной, на технике премиумной. Короче говоря, ребят, показывают нам, насколько там красивенько можно кататься в рандоме. Но, честно говоря, ребят, я не совсем понимаю, зачем нам показывают вот эти вот все машины, если их не будет, да. То есть, если это намек на то, что машины будут и их каким-то образом можно будет во всем вот этом вот получить, тогда окей. А так, я, честно говоря, не совсем понимаю, к чему был заточен последний ролик. Озвучки к ролику нет, есть только музыка. И не более того. Ладненько, бог с ним, поживем, увидим. Даст бог, все будет. Мы начнем проходить все эти ивенты и будем делиться с вами новостями, ну и, соответственно, нашими успехами в данных ивентах. Ребят, на данный момент у меня все. Но перед тем, как я закончу, хочу обратиться к тем, кто не подписан на мой канал. Ребят, если вам надоело смотреть напыщенных индюков, которые рассказывают вам, как вам надо играть, что вы обязательно должны выполнять количество нанесенного урона, что, не дай бог, ваша статистика не должна падать, рассказывают вам, как вам, куда ездить, на какой карте, и что вы рак и неуч и вообще, ну, полное чмо, если вы не прислушиваетесь к их мнению, ребят, подписывайтесь на мой канал, где я не гружу подобной информацией. Буду вам безумно благодарен и увидимся в следующих видеороликах. Всех благ, всего хорошего вам, мира и обязательно спокойствия.